ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, кто ей права дал. Вот честно говорю, не знаю. На пешеходном переходе сбили девочку. И вы не успели среагировать, да? Успел я, машину не затормозил. Как произошедший объяснил водитель. И оставил без сети дом. Лена, моя соседка, заходила, говорит, у вас сериал показывает? Не показывает, а у нее не показывают. Как доступ в виртуальный мир может обернуться лишением свободы в реальном? Это не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не смогли определить очередность проезда и попали в серьезную аварию. На трассе Казань-Зеленодольск столкнулись с Ладой 15-й модель и Шевролей-Лачете. Дорожное происшествие произошло днем возле села Сафоново. В результате ДТП никто из водителей не получил серьезных травм. С ними поговорил Айрат Назипов. Получается, он должен был уступить с обочины, короче, выезжал. В момент аварии в салоне Ладой 15-й модели находились два человека. А уже позже подоспела так называемая группа поддержки. По их рассказам, девушка за рулем 15-й двигалась со стороны Зеленодольска в сторону Казани. Ехала до тех пор, пока на ее пути не оказалась Шевролей-Лачете. Иномарка, по мнению друзей автоледи, выехала с правой стороны. Не пропустила попутный поток и попыталась развернуться. В результате столкновения девушка получила травму головы, но не сильную. Не пострадал и второй участник аварии. Мужчина не спешил делиться со своей версией произошедшего и был уверен в своей правоте. Добиваться справедливости водитель 15-й намерен с помощью очевидца. По рассказам ее друзей, авария произошла на глазах у одного из водителей, который также уверен в ее правоте. Накануне на улице Мусина в Казани столкнулись Шкода Фаби и Лада 9-й модели. Водитель последнего уверяла, автоледи за рулем иномарки внезапно решила развернуться, но не убедилась в безопасности маневра. В результате переградила дорогу отечественному автомобилю, но сама автоледи уверяла, разворачиваться не хотела. В итоге оба автомобиля получили серьезные повреждения. Рамиль Шайдулин с подробностями. Она вот здесь стояла, стала поворачивать. Все произошедшее стало полной неожиданностью для водителя Лады. Рассказывает, что ехал по улице Мусина в направлении Чуйкова. Внезапно Шкода Фаби, которая стояла в крайней полосе, начала движение. Женщина за ее рулем решила развернуться и влиться во встречный поток. Как итог, удар пришелся в бок иномарки. Но у автоледи на случившееся был другой взгляд. Типа ягод не виновата, типа меня занесло, типа дорожные условия. Какие нафиг дорожные условия? Я не знаю, кто ей права дал. Вот честно говорю, не знаю. Расстроенность водителя Лады можно понять. Машина для него словно близкий друг. Ездил на ней несколько лет и прежде в ДТП не попадал. Мне вот осторожку жалко. Она, блин, огонь и воду прошла. В Шкоде на заднем сидении находился ребенок. Несмотря на автокресло, по словам водителя и пассажира Лады, он ударился головой. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи, осмотрев его необходимости в госпитализации, не увидели. Приезда автоинспектора в автоледи предпочла дожидаться в другом автомобиле. Рамиль Шайдулин, Аллы Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. 12-летняя девочка попала под колеса внедорожника сегодня днем в Нижнекамске. Наезд произошел на пешеходном переходе, к тому же оборудованном светофором. Что стало причиной наезда и каково состояние пострадавшего ребенка, интересовалась Алла Рыкова. Эти кадры сделаны очевидцами сразу же после происшествия. Девочка лежит на дороге, вокруг толпа. Известно, что она переходила дорогу с подругой, последняя не пострадала. А вот 12-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована в детскую травматологию. Врачи провели полное обследование и выявили, что самая серьезная травма – ушиб бедра. От госпитализации пострадавшая отказалась. Сегодня примерно в 11 часов 50 минут на перекрестке улицы Юмбике Чулман водитель автомобиля Нива, мужчина 1981 года рождения, с его слов завершая маневр на перекрестке, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по регулированному пешеходному переходу. Водитель Нивы находился в состоянии эмоционального шока и рассказать, как и почему сбил ребенка, отказался. И вы не успели среагировать, да? Успел я, машину не затормозил. А у вас не справилась машина, что получается? Наверное, не знаю, гололед. Что стало причиной ДТП? Погодные условия, превышение скорости или невнимательность? Разберутся сотрудники ГИБДД. Сейчас полицейские устанавливают все факты произошедшего. Аллы Рыкова, Регина Сулейманова, Максим Липин, вызов 112. Десятилетний мальчик едва не замерз насмерть, провалившись на трехметровую глубину в Черемшанском районе. Сообщение о пропаже ребенка спасатели получили в районе 9 часов вечера. Для поиска были привлечены добровольцы. В итоге ребенка обнаружили спустя 40 минут на окраине села Черемшан. Он провалился в люк канализационного колодца трехметровой глубины в нежилых новостройках на улице Юбилейная. Мела метель, поэтому скоро люк был вновь засыпан снегом. Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянке и стал засыпать. По словам медиков, еще час и мальчик замерз бы насмерть. Но спасла его чистая случайность. Во время поиска ребенка начальник гражданской защиты Черемшанского района провалилась в тот же люк, заново заметенный снегом, где и обнаружила потерявшегося ребенка. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу. У нее перелом позвонка поясничного отдела. Мальчику предстоит лечение от переохлаждения. 56-летний мужчина погиб в результате пожара в Лаишевском районе. Трагедия произошла в одноэтажном жилом доме в селе Полянка. К приезду пожарных дом и надворные постройки были уже целиком поглощены пламенем. Общая площадь возгорания составила 195 квадратных метров. Тело погибшего сотрудники обнаружили уже утром во время разбора завалов. По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил и эксплуатации электрооборудования. Еще один мужчина серьезно пострадал в результате пожара в Алексеевском районе. Инцидент произошел в частном доме села Речное. На месте работали сотрудники добровольной пожарной команды, а также аварийные службы, полицейские и медработники. По прибытию они выяснили, что хозяину удалось покинуть горящее здание. К тому моменту пламя полностью охватило дом и распространилось на чердак. Спустя 25 минут огонь был полностью потушен. Сгорел чердак и внутренняя часть дома. 51-летнего хозяина доставили в больницу с ожогами 30% тела. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Лишил виртуальной жизни весь дом. Жители одного из домов в Нижнекамске на сутки остались без доступа в интернет и телевидение. Сеть в доме была в прямом смысле перерублена в двух местах – топором. А середина 150 метров кабеля просто исчезла. Чем теперь ограничение доступа в виртуальный мир может обернуться для подозреваемого в мире реальном, знает Анна Городнова. Объектом внимания для любителя поживиться чужим добром стал подвал дома на улице Вокзальной. Криминальная операция много времени не заняла. Проникновение в подвал, удар топором. Кабель в руках злоумышленника, весь дом без связи с виртуальным миром. На целые сутки люди остались без телевидения и интернета. Лена, моя соседка, заходила, говорит, у вас середина показывает? У меня показывает, а у нее не показывают. А долго не показывают? Ваши. Наверное, сутки. Жители дома до сих пор возмущаются. Они уверены, кражи можно было избежать, если бы специалисты управляющей компании ограничили доступ к коммуникациям. Две недели подвал был открытый. Да, никто не смотрит. Да, 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 было. А вы говорили в окошечко? Нет, нет, нет. А, открытый подвал. Потому что, когда пришла милиция, да, меня спрашивает. Я говорю, так, две недели открытый подвал. Между тем, далеко уйти с награбленным подозреваемому не удалось. Все кабели находятся под охраной. Поэтому, как только их целостность была нарушена, сигнал поступил на пульт отдела вневедомственной охраны. Это позволило задержать мужчину по горячим следам. Сотрудник уголовного розыска Управления МВД России по Нижнекамскому району по подозрению в совершении кражи был задержан 33-летний местный житель. По версии следствия, 5 декабря мужчина проник в подвальное помещение дома номер 34 по улице Вокзальной и похитил сетевые кабели протяженностью более 150 метров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренную частью 2 статьи 158 УК РФ. Похищенный кабель полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Если вина мужчины в краже будет доказана, ему грозит наказание, начиная от крупного денежного штрафа и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет. Анна Городова, Наталья Лушникова, Максим Липин, Вызов 112. В Казани набирает обороты операция Ель. Она стартовала 20 декабря и продлится до 31 числа. В рамках нее полицейские выявляют факты незаконной вырубки хвойных пород деревьев, места их хранения и реализации. А также перекрывают каналы нелегального ввоза на территории республики Татарстан древесины из других регионов России. Кроме того, стражи порядка проверяют торговые точки предприятия, базы и склады. На сегодняшний день за несанкционированную продажу елей и сосен полицейские казани составили 45 административных протоколов. Всех, кто обладает информацией о незаконной вырубке хвойных деревьев и о нарушениях при продаже елок, полицейские просят обращаться по телефону, указанному на ваших экранах. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда можно прислать снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.